По традиции на плацу новый учебный год начался для студентов и курсантов технического университета. МГТУ можно назвать самым неспокойным вузом области. Перемены в его работе и процесс слияния с Арктическим университетом несколько подпортили имидж как самого заведения, так и морских специальностей. Несмотря на это, абитуриенты охотно подавали документы в мореходку. Последние несколько лет мурманскую мореходку лихорадит. Сначала вуз решили аккредитации по нескольким специальностям, а потом прилетела новость о слиянии с Арктическим университетом, который большинство помнит как кузницу педагогических кадров. Тем не менее, 1 сентября, как и раньше, на плацу собирают первокурсников, выносят знамя МГТУ. И только по ректору, сменившему строгую форму росрыбовства на гражданский костюм, можно догадаться о переменах в жизни учебного заведения. Я сегодня сознательно не одел китель, потому что мне показалось, что я должен в большей степени отождествлять все интересы нашего Мурманского государственного технического университета, где помимо морских специалистов учатся и другие инженеры. И в этом смысле было принято такое решение. С переменами как-то связано? То, что сегодня мы стали вузом Министерства образования, безусловно, это тоже новая веха в нашем развитии. За несколько месяцев, прошедших с момента объявления о слиянии, мало что изменилось. По крайней мере, так говорят сами студенты. Морские специальности пока остались на своих местах, но в МГТУ пошли дальше и начинает процесс возрождения военной кафедры. Вузе она существовала с 50-го по 2008-й год. Первой ласточкой в этом направлении стала договоренность с Северным флотом. У нас пятеро курсантов, всего было два электрика и три штурмана. И мы в Петером первые, кто ходили на военном корабле на практику. Николай вместе с сокурсниками ходил на Петре Великом, участвовал в петербургском параде на день ВМФ. И так же, как и остальной экипаж, стоял вахты на борту атомного крейсера. В специальности, связанные с флотом, идут и девушки. Вот только станут ли они наравне с некоторыми юношами ходить в море – вопрос спорный. Например, ученица колледжа имени Месяца Александра Орлова, несмотря на свои учебные успехи, пока сомневается. Я учусь помимо мореходки еще в клубе юных моряков. У меня последний год. Я оканчиваю, получаю права на управление маломерными судами. И еще я до этого училась в кадетской школе. Планируешь быть капитаном? Не знаю. Я пока не определилась еще, кем я планирую быть. Но я хочу закончить на радиста и перейти в высшую мореходку и поступить на электромеханика. Большое возрождение военного направления запланировано на будущий год. Но можно предположить, что оно лишь оттянет часть специалистов, которые могли бы работать в рыбной отрасли. По словам промышленников, они рады бы принять новые кадры, а те же электромеханики вообще на вес золота. Но идут в профессию молодые специалисты как-то неохотно. Хотя есть и приятные исключения.